Слово святого Иоанна Златоустова о девстве. Продолжение. Пусть будет удалена всякая причина уныния, всякий повод к заботе, беспокойству, и ни другая какая-либо причина, ни преждевременная смерть не расторгает брака. Но пусть оба они умирают в один день, или, что гораздо приятнее, пусть останутся у них наследниками дети и похоронят обоих родителей вместе в глубокой старости. Какой же будет конец? С какую пользу от этих многих удовольствий они отойдут туда? Оставить много детей и наслаждаться хорошей женой роскошью и всеми другими благами, которые сейчас исчислил и достигнут глубокой старости? Какую все это может нам принести пользу на том судилище ввиду вечных и истинных благ? Никакой. Все это тени сновидения. Если же от этого мы не можем получить никакой пользы в ожидающих нас и не имеющих конца веках, и никакого иметь утешения, то наслаждавшийся этим должен будет встать наравне с теми, которые не наслаждались. Так, если бы кто в продолжении тысячи лет в одну ночь только увидел приятные сновидения, то и о нем мы не сказали бы, что он имеет какое-либо преимущество перед тем, кто не наслаждался таким видением. Впрочем, этим я еще не выразил всего, что хотел, ибо здешнее благо не столько отличается от тамошних, сколько сновидения от действительности. Но гораздо больше и не так настоящий век относится к будущему, как одна ночь к тысяче лет, но и здесь разница гораздо больше. Дела же девственницы не таковы, но она отходит туда с великим богатством. Впрочем, начнем мы следовать об этом выше. Нет ей нужды разведывать о женихе, не боится она и какого-нибудь обмана. Бог не человек, владыка не раб. Такова разница между женихами. Посмотри еще, на каких условиях здесь вступает брак. Ни невольники, ни десятины, земли, ни столько-то и столько талантов, золота, но не небеса и небесные блага, а подарки такой невесте. В чем другая вступившая в брак боится смерти как по иным причинам, так и потому, что смерть ее разлучает ее с супругом. А детственница даже желает смерти оттяготиться с жизнью, поспешая видеть жениха лицом к лицу и насладиться той слабой. Не может причинить ей вреда ни житейская бедность, как это бывает в другом браке, но делает ее еще более любезной для жениха, как претерпевшую эту бедность добровольно. Ни происхождение от незнатных родителей, ни недостаток телесной красоты, ни другое что-либо подобное. Что я говорю об этом? Если даже она будет несвободной, это не может повредить ей присватовстве. Достаточно иметь прекрасную душу, чтобы получить первенство. Ей не предстоит бояться ревности, не предстоит мучиться зависти к другой женщине, как сопрягающейся с более славным мужем, потому что нет никого не только подобного или равного ее жениху, но даже хотя мало приближающихся к нему. В другом же браке, если как которая, будет иметь и очень богатого и весьма знатного мужа, всегда может найти из друга имеющего еще более знатного, и превосходство большего немало уменьшает удовольствие обладания менее превосходным. Но скажут, большая роскошь и обилие золота, одежды, столовых и других вещей может привлечать и привлекать душу. А много ли женщин наслаждаются этим? Большая часть людей живет в бедности, горестях и трудах. Если же некоторые пользуются такими благами, то очень немногие редкие, и те против воли Божьей. Как мы доказали в вышесказанном, он никому не дозволяет наслаждаться этим. Впрочем, предположим, на словах, что роскошь дозволяется, и что ни пророк, ни Павел не осуждают украшающихся женщин. Какая польза от множества золотых вещей? Ничего иного, кроме зависти, заботы и немалого страха. Ибо владеющиеся ими тревожатся заботами не только тогда, когда эти вещи положены в ящичек, и когда наступает ночь, но и когда надевают их в дневное время. Они также испытывают беспокойство и даже худшее. И в банях, и в цирках являются женщины, которые похищают их. А часто и без последних, носящие золотые вещи, подвергаясь теснению и толчкам от толпы, не замечают, как теряется какая-нибудь из золотых вещей. Таким образом, многие женщины не только таких вещей, но даже более ценных ожерелья, украшенных драгоценными камнями, лишались просто вследствие того, что эти вещи, оторвавшись, терялись. Продолжение следует.